В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главном. Указ номер 240 создает новый механизм кредитования. Он поможет привлечь ресурсы коммерческих банков, а бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки. Главный акцент будет направлен на многодетные семьи и детей-сирот. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин в рамках рабочей поездки по Брестскому региону провел прием граждан в Жабинке и принял участие в информационно-разъяснительном совещании, на котором рассматривались вопросы реализации указа номер 240 на местах. В центре внимания вопросы увеличения продолжительности использования дойного стада. Большой республиканский сельскохозяйственный семинар прошел на базе открытого акционерного общества «Агросад Рассвет». Участие в масштабном форуме «Агрария» приняли губернатор региона Анатолий Лис и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. В разгаре лета в школах полным ходом идет подготовка к началу учебного года. В одних ведутся масштабные строительные работы, в других осуществляется косметический ремонт. Дело важное и очень ответственное. От того, насколько серьезно подойти к работе, зависит не только настроение и желание школьников учиться, но и организация эффективного обучения и воспитания. Об этих событиях прямо сейчас. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин на текущей неделе в рамках рабочей поездки по Брестской области провел прием граждан в Жабинке и принял участие в информационно-разъяснительном совещании, на котором рассматривались вопросы реализации указа номер 240 на местах. Брест стал отправной точкой. Подобные семинары пройдут во всех регионах страны. Переход от указа номер 585 к 240-му, создающему новый механизм кредитования, должен быть сегодня основным для чиновников. Поскольку неоднократно подчеркивал вице-премьер, это касается обеспечения беларусов жильем. Итак, обо всем по порядку. Тему продолжит Лариса Осмолович. Рабочая поездка вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина началась с приема граждан в Жабинке, городе, который сегодня, если быть более точной, с 2014 года является городом-спутником Бреста. Районный центр выгодно отличается географическим положением и развитой инфраструктурой. Проживают в нем порядка 13 тысяч жителей. Забота о своей малой родине – отличительная черта жабинковцев. На прием к Анатолию Калинину и пришли те, кто радеет за свой край. Вопрос благоустройства во главе угла. Дороги – извечная проблема. Наталья Абибок, староста деревни Соколова, обратилась с наболевшим вопросом. Выступала от всех сельчан. Ремонт двух километров дороги от райцентра до села, по которой в непогоду просто не проехать. А также центральная улица. Асфальт, с которой был срезан в силу изношенности, но так и не восстановлен, хотя обещали. Деревня перспективная, потому мнение вице-премьера – асфальтом должен быть. С подобным вопросом обратились и жители деревни Рачки, которые пришли целой делегацией. 55 лет назад был построен сахарный завод. В титуле завода была дорога. Рачки сахарный завод. Ее строили, я помню, когда ее строили по проекту, там было твердое покрытие. Эта дорога – это, собственно говоря, подъезды к сахарному заводу для подвоза сырья. Если раньше возили автомашины грузоподъемностью 5-7, максимум 10 тонн, то сейчас возят машины по 30 тонн, по 40 тонн. Жизнь, она как бы просит, чтобы все-таки эту дорогу начали заасфальтировать, потому что, ну, все-таки 21 век, и жалко, когда эта свекла лежит вдоль дороги, она могла бы, так сказать, пойти для производства сахара, для того, чтобы, так сказать, вот работал завод. Вопросы важны, актуальны и для района, и для его жителей. Привести местные дороги в надлежащий вид в течение трех лет – это президентский указ. Участок Жабинка-Рачки-Тельма предложен для включения в планируемый перечень объектов ремонта. Сейчас подготавливается указ главы государства, который позволит нам в течение трех лет выполнить эти задачи. И в ближайшее время мы унесем главе государства нормативный акт. Область полкомы определили для себя участки дорог, протяженность и сумму, которую они будут располагать. Два источника финансирования данной программы – это пошлины участников дорожного движения, то есть налогоплательщики и физические и юридические лица. А также кредит банка реконструкции и развития. Порядка 150 миллионов, плюс еще будет пошлина, мы сможем создать хорошую инфраструктуру на дорогах местного значения. И поручено главой государства в сентябре провести большой семинар с участием губернатора. Мы планируем принять участие глава государства и рассмотреть комплексно все эти вопросы и проекты, которые мы будем реализовывать в течение трех лет. Такая вот задача глобально стоит перед экономикой, перед правительством. Ирина Рязанович, многодетная мама, пришла на прием к заместителю премьер-министра с вопросом аккредитования либо другой помощи для строительства дома. Живет Ирина Павловна в агрогородке Ракитница Жабенковского района. Семья благополучная. Трудится здесь же, на хорошем счету, трое деток. Ютятся пять человек в съемном жилье. Места, конечно, не хватает. В 2010 году был выделен участок. Собственными силами залили фундамент. Уже куплены некоторые материалы. Немножко бы помощи от государства, говорит Ирина, и дом за год-полтора был бы построен. У меня семья трое детей. Два сыночка и лапочка дочка. Так как я многодетная семья, нуждающаяся в жилье, мы обратились по поводу кредита льготного. Директор школы, зам директора школы, видел, какую мы ситуацию, и предложил пожить в их доме родительском. Вот. И вот, покуда мы живем, решили, может, нам помогут. Вы хотите кредит получить? Да, да, и год на кредит. Как многодетная семья. Хотя бы какую-то часть, потому что, может, у меня самоучка, строитель. Он говорил, по 10 блоков каждый вечер, потому что он работает сейчас без выходных. Потому что у нас уборка, он хочет пойти на уборку. Он уже четвертый год здесь, в колхозе, пойдет на уборку. Вот. И будем потихоньку, если помогут, будем потихоньку строиться. Вопрос Ирины Рязанович прозвучал как нельзя кстати. В последние дни общественность Беларуси активно обсуждает указ президента номер 240 о государственной поддержке граждан при строительстве жилых помещений, который создает новый механизм кредитования, позволяющий в большей мере привлечь ресурсы белорусских коммерческих банков, а не бюджета. Последний, в свою очередь, будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. В первую очередь, не изменятся условия для кредитования многодетных семей и детей-сирот. Поэтому этот механизм мы пройдем по всем регионам и сделаем такую информационно-разъяснительную работу по всем регионам. И вот в рамках исполнения данного указа мы должны еще принять в ближайшее время постановление Совета Министра, которое будет прописан весь механизм реализации взаимодействия всех действующих нормативных документов в области жилищного строительства. В первую очередь, акцент делается на обеспеченность жильем многодетных семей. Это лейтмотивы и красная линия данного указа. Брестская область – первый регион, где провели информационно-разъяснительное совещание, на котором рассматривались вопросы реализации указа номер 240. В зале собрались представители органовласти, строители, банкиры – все те, кто будет задействован в процессе адаптации нового правового акта. В настоящее время под адресное субсидирование в жилищном строительстве предусмотрено направить около 135 миллионов белорусских рублей. В своем выступлении Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства, подчеркнул, что нуждающимся банки будут выдавать кредиты на 15-20 лет. Помощь будет иметь адресную направленность. Субсидии выделяются только на строительство и реконструкцию жилых помещений только тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Есть еще один момент, касающийся молодых многодетных семей, которые по указу номер 585 претендовали на помощь государству в погожении коммерческих кредитов. Такая помощь могла составить в соответствии с 585 указом от 40 до 100 бюджетов. В зависимости от количества детей, многие уже оформили кредит и, надеясь, на помощь государству. Но 6 августа этот документ утратит силу. Что делать? Таким семьями решили пойти навстречу и продлили срок действия 585 указа. Мы исключим вот эти разночтения по 585 указу. Принято решение вчера в правительстве, сегодня подтверждение есть и договоренность в администрации, что мы вносим главе государства письмо, которым будет дано право гражданам, которые не успели еще оформить до 6 августа, оформить на прежних условиях. То есть исключить вот это будоражение и непонимание населением в этот переходной период. Все, кто будет оформлять уже документы после 6 августа, они будут руководствоваться действующим 240 указом. Указ планируется запустить в работу в течение двух месяцев. А пока задействованным реализацией нового социального документа предстоит выработать четкий механизм совместных действий. Постараемся на уровне правительства контролировать ситуацию и снять в ближайшее время все шероховатости и дать возможность уже действующему указу полноправно вступить и населению пользоваться этими. Что касается многодетной мамы Ирины Рязанович, жительницы Жабинковского района, Анатолий Калинин пообещал рассмотреть ее заявление и помочь решить жилищный вопрос. Он нам подарил надежду. Если дадут кредит, я считаю, ну даже за год, даже больше года, меньше года, потому что есть у нас друзья-строители, помогут. Миром всем, миром справитесь. Да, родители есть, очень большая поддержка от родителей. Я думаю, что мы тут еще более-менее в хорошем настроении, бодром и поможем. Я думаю, что тут было бы с чего только начать, заинтересованность была бы, и у меня желание появилось. Лариса Осмолович, Денис Величкович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще одно мероприятие республиканского масштаба прошло на Брещене. Большой семинар собрал накануне в Брестском районе специалистов по сельскому хозяйству со всей страны. В центре внимания вопросы увеличения продолжительности использования дойного стада. Мероприятие было разделено на несколько блоков, в их числе пленарное совещание, а также посещение объектов открытого акционерного общества «Агросад Рассвет». Тему продолжит Анастасия Стропко. Брещено в качестве площадки для семинара выбрано не случайно. Здесь есть чему поучиться. По итогам 2016 года область признана лидером в стране в части экономической эффективности ведения сельского хозяйства. Брестская область в последние годы очень здорово заявила себя в сельскохозяйственном производстве. Это область, которая успешно выплачивает самостоятельную заработную плату, область, которая сегодня платит по своим финансовым обязательствам. В области внедряются передовые элементы технологии именно общественного животноводства. В свиноводстве, мясном скотоводстве, птицеводстве. И как результат является флагманом по достижению качественных показателей по производству продукции. Перенимать передовой опыт и приехали на Брещену коллеги из других регионов. Предметный диалог, обсуждение имеющихся проблем и вопросов должны принести положительный результат. Помочь подтянуться тем, кто пока в списке отстающих. Останавливаться на достигнутом не собираются и сельскохозяйственные лидеры. На будущее перед дружниками Салабрещена задачи стоят амбициозные. В течение ближайших четырех лет мы должны довести молочных коров до 300 тысяч. На сегодня у нас и 278 молочных. Мы прибавляем каждый год. И вот сейчас за полугодие 1800 коров мы добавили. К концу года мы должны около 4000 добавить в уровне прошлого года. И еще вот за 4 года по 5000 мы должны добавить 20000 поголовья. Не имея поголовья, значит, говорится об интенсивности сложности. Конечно, это поголовье надо иметь на реконструированной ферме. Но и ставим задачу выйти на 6000 надоем и лака. Это даст возможность, мы видим, ввести в дальнейшем интенсивное животное остров. Конечно, при полном соблюдении технологии. Агросад Рассвет – хозяйство в регионе не самое крупное. Но это не мешает ему расти и развиваться. Притом в совершенно разных отраслях. Выручка наивысшая получается из отрасли животноводства 52%, 22% из садоводства и около 20% товарная продукция растеневодства. Является хозяйство у нас разноплановым. Поэтому, если где-то рисковые отрасли растеневодства и садоводство, где-то какой-то вот, ну, получается, не урожай, то нивелирует животноводство. И, в принципе, у нас было несколько лет назад, в саду не было урожая, животноводство снивелировало, вопросу нет. В настоящее время в хозяйстве 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, из них без малого 1 тысяча коров. В средний удой по прошлому году более 7 тысяч килограмм молока. Сортом «Экстра» реализовано почти 100%. Свои успехи здесь объясняют соблюдением технологии, дисциплины и постоянной модернизации. По прошлому году инвестиции в основной капитал 2 миллиона с лишним. В плане поездки по хозяйству изначально не было посещения мехдвора, однако массовая уборочная в стране начнется со дня на день, а потому техники, внимание особое. Урожай должен быть убран качественно и в срок. «Экстра» не вызывает сомнений в подготовке зерноводворственного парка. 96% готовности комбайна уже есть. Осталась небольшая часть комбайна, которые должны быть вредены в готовность. Хлеб вырос неплохой, отбежаться нечего. С учетом погодных условий текущего года, надо всевышнему поблагодарить за то, что дал возможность вырастить на полях то, что мы желали. Стоит отметить, несмотря на определенные трудности, за последние годы уровень сельского хозяйства вырос по всей стране. К примеру, за 2016 год продукции агропромышленного комплекса было экспортировано более чем на 5,5 миллиардов долларов США. А показатели первого полугодия 2017-го еще выше прошлогодних. С момента начала вложения денег в общественный сектор животноводства с 2012 года до 2017, включительно уже будем спрогнозировать, добавим 1 140 000 тонн молока. Много или немало, я хочу сказать, что с 90-го года по 2011 увеличение состояло 168 000. Вот за эти 6 лет последних, когда страна вложила деньги в модернизацию общественного сектора животноводства, в техническое переоснащение сельхозпредприятий, машинопарка, ощутимые, заметные сдвиги и заметные показатели. Это, конечно, позволило и увеличить объемы производства мяса. Если за 21 год мы увеличили на 30 тысяч тонн мяса, то за вот эти 6 лет увеличим практически на 285 тысяч тонн. Мы заложили очень хороший фундамент продовольственной безопасности нашей страны. Мы создали фундамент экспортного потенциала. И благодаря излишкам, которые мы производим сегодня, реализуем на экспорт и получаем достаточно приличную валютную выручку. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Больше месяца осталось до того момента, когда школьники вновь сядут за парты и с новыми силами начнут постигать науки. Но уже сегодня во всех учреждениях образования города ведется активная подготовка учебных помещений. В одних идут масштабные строительные работы, в других осуществляется косметический ремонт. Данный процесс – дело важное и очень ответственное. Ведь от того, насколько серьезно подойти к работе, зависит не только настроение и желание школьников учиться, но и организация эффективного обучения и воспитания молодежи. О полной готовности школ принять в свои стены ребят после летних каникул говорить пока рано. Но успехов в кропотливом деле уже немало. О проделанной работе нам рассказали, а главное продемонстрировали в средней школе номер 28. Об этом и не только расскажет София Бережная. В этом учреждении образование наводят лоск с первых дней лета. Работают по плану. Во время школьного лагеря и выпускных экзаменов трудились в свободных кабинетах. Сегодня приводят в порядок другие. Порядок в этом учебном заведении означает уют, стерильная чистота, качественный ремонт без малейшего изъяна, соблюдение санитарных норм. Все для детей, все для того, чтобы пребывание ребят в стенах родной школы было максимально комфортным и приятным. Многие из учебных классов уже готовы распахнуть свои двери ученикам. Просторные, обновленные, обустроенные с учетом удобства. Облик сегодняшний – это огромный труд наставников учреждения. Поддерживают чистоту и порядок родители и сами школьники. В этом и убедились, понаблюдав, как старательно наводят красоту малыши со своими мамами. Неудивительно, почему здесь так стремительно идет процесс подготовки к первому сентября. Уже практически половина кабинетов, которые планировали, сделаны. В состоянии подготовки, то есть уже осталось процентов, скажем так, на 30 завершения, находится еще кабинета 4-5. То есть ремонт по кабинетам закончен уже практически на процентов 80-90. Сколько времени уходит на ремонт одного кабинета? Один кабинет, ну по-разному, там есть нюансы небольшие. Но в основном где-то от недели до 10 дней. В новом учебном году впервые сядут за парты более 100 малышей. Для них в 28-й школе создадут все необходимые условия. В активной фазе ремонта сегодня и два спортивных зала. Один из них ожидает глобальные перемены, другой нуждается в доработке покрытия. Педагоги учреждения образования трудятся не покладая рук. Собственными усилиями удалось уже сделать базовый ремонт в комнатах для переодевания и душевых. Самый главный аспект, прежде перед началом работ, мы, конечно, основывались на норме СанПин. Чтобы соответствовали цвета, соответствовали парты, покрытие пола, потолок, освещение, естественный свет. Но, наверное, это главные принципы. Очень много кабинетов, которые мы делаем, выигрывают по сравнению с старыми. Во-первых, старые кабинеты, обои, старые парты, старый линолеум. Даже если он новый, то, естественно, все равно какие-то вредные вещества он выделяет линолеум. Плитка – это уже более удобно, и обрабатывать удобно. И, мне кажется, детям намного практичнее, чем линолеум. В том, что школа распахнет свои двери в День знаний полностью обновленной, сомневаться не приходится. Уж очень ответственно здесь подходят к делу, в приоритете – забота о детях. Подготовка сегодня ведется во всех 74 учреждениях образования Московского района города Бреста. Объем работы существенный. Цель – выполнение плана к установленному сроку. Отдел образования с помощью городских властей администрации Московского района города Бреста ведет цельноправленную работу для того, чтобы выполнить все нормативы государственных стандартов в сфере отрасли образования. Конечно же, многие считают, что лето – такая пора, да, то есть дети на каникулах, образование отдыхает. Но, наверное, это не так. Это не так, потому что подготовка в учреждение образования требует достаточно серьезный такой подход. Это и капитальные ремонты, и текущие ремонты в учреждении образования. Это обновление материально-технической базы. Это обновление торгового оборудования. Обновление холодильного оборудования, ученической мебели. Это пополнение книжного фонда, фонда учебников. В Московском районе города Бреста сегодня более 25 тысяч школьников. К ним присоединятся и первоклассники. Эффективное обучение и комфортное пребывание молодежи в учебных заведениях – первостепенная задача. Мониторинг учреждения образования позволил определить наиболее нуждающиеся в ремонте заведения. Для приведения их в надлежащее состояние городскими властями выделены необходимые средства. Так, существенных перемен стоит ожидать ученикам 6, 7, 20, 25 и других школ. Мы сами знаем все эти проблемы в школах, где какие есть проблемы, что нужно сделать. Единственная здесь проблема большая – это недостаток финансовых средств, которых, к сожалению, нам не всегда хватает, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. В первую очередь это те проблемные участки, где-то в школах работы, которые нужно безотлагательно выполнять. Это вот и замена крыши, и где окна, где не соблюдается тепловой режим в школах, освещение. 1 сентября начинается учебный процесс, поэтому мы просто обязаны к этому времени, чтобы подготовить все школы и начать учебный процесс. И я заверяю, что так оно и будет. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Школы готовятся к новому учебному году, обрез к своему 998-му дню рождения. До торжества осталось совсем немного времени. Подготовка к празднику идет повсеместно. Город надевает лучший цветочный наряд, переживает процесс усовершенствования транспортных артерий, готовит праздничную программу. В рамках последней горожан и гостей ожидает немало приятных сюрпризов, таких как, к примеру, первый фестиваль цветов. Красочные композиции для него в настоящее время придумывают участники, предприятия, организации, предприниматели и просто жители Бреста. Не будем раскрывать всех секретов, но это будет точно ярко. Готовятся к празднику и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в следующем материале выпуска. В теплицах коммунальника работа идет круглый год. За 2017-й здесь уже вырастили порядка 700 тысяч саженцев. Большинство из них сегодня украшают улицы Бреста. Специалисты стараются наполнить город яркими красками. К примеру, ко дню независимости было установлено сразу несколько композиций. На площади Ленина распустился огромный пестрый цветок. Один из объектов так называемого вертикального озеленения появился возле театра драмы. Разделительную полосу улицы Московской украсили арки. Цветочная радуга. Не так давно введенное в строй кольцо на улице Суворова также приобрело свои зеленые акценты. Ко дню города цветочный оранжерейный комплекс также обещает подарки. Но детали пока держат в секрете. К дню города мы готовим сюрпризы горожанам нашему, чтобы они могли любоваться всей той красотой, которую мы видим каждый день. И хочется, чтобы все видели ее. Что вот, какие рассады у нас выращиваются, какая цветовая гамма выращивается, многообразие. И очень много новых культур. Одна из фишек грядущего дня рождения областного центра – фестиваль цветов. Предприятия и организации представят на суд зрителей цветочные композиции. В их числе и коммунальник. К слову, его специалисты готовы помочь в подготовке к мероприятию и другим участникам. И словом, и делом. Готовимся к фестивалю, который пройдет 30 июля в 2 часа в парке 1 мая. Естественно, там будет подарок городу, еще наш один маленький сюрприз. Все желающие их увидеть и поучаствовать в этом конкурсе могут принять участие. Приобретать у нас могут рассаду еще для конкурса, цветочную срезную продукцию, также декоративно-лиственные кустарники и хвойные растения. Кстати, в этом году в теплицах было выращено не совсем типичное для озеленения растение – земляничный гибрид. В этом году у нас пробным экземпляром был земляничный гибрид. Семена были привезены из Голландии, высеяны они из семян, поэтому она маленькая. И она используется как декоративно-ампельное растение. Она может использоваться и в вертикальных клумбах, использоваться как кашпо на балконах. Она имеет очень ароматный сладкий вкус, эта ягодка. И она может сохраняться для использования на дачных участках. При изготовлении цветочных композиций для фестиваля может быть использована и срезная продукция, в том числе королева цветов – роза. Ежедневно здесь готовят к продаже порядка двух тысяч штук ароматных красавиц. К слову, реализуют их по очень демократичным ценам. Здесь высажено 30 тысяч кустов роз. На сегодняшний день мы выращиваем сорта роз, которые востребованы. Наверное, бордовая роза, цвет бордо, она всегда остается классическим вариантом. Мужчины почему-то предпочитают больше их. Хотя на сегодня у нас где-то 15 сортов, мы выбираем самые востребованные, самые высокоурожайные, чтобы их было много у нас всегда. Кипит работа и на транспортных артериях областного центра. Еще в начале года мэр Бреста Александр Рогачук подчеркнул акцент при благоустройстве дорог в 2017-м на сплошном асфальтировании. В настоящее время специалисты приводят в порядок улицу Янки Купалы. Здесь происходит текущий ремонт замены АБ-покрытия, асфальтового покрытия. На отрезке, вот по улице Янки Купалы, на отрезке между Партистанским проспектом и Гаврилова. Значит, что здесь силами бума замена дорожного борта была заменена. И срезервовали верхний слой, и сейчас заменим его на новый, ровный, свежий, хороший. Не так давно усовершенствованный вид приобрел очередной участок Московской от Гаврилова в сторону выезда из города. Трафик здесь большой, нужно хорошее транспортное полотно. Модернизация продолжается на Молодогвардейской. Закончили класть асфальт и на Сикорского. Именно эта улица станет одной из объездных при ремонте Кобринского моста. Одним словом, Брест цветет, развивается и совершенствуется, как и положено современному городу, в канун Большого юбилея. Анастасия Стропкова, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На острие иглы. Количество наркомана во всем мире составляет более 48 миллионов человек. Не обошла эта беда и Беларусь. Только в Брестской области насчитывается порядка 1400 человек, употребляющих наркотики. В 2017 регистрируется небольшое уменьшение, однако, несмотря на положительную тенденцию, проблема наркомании остается актуальной. Врачи по-прежнему озабочены и не прекращают бить тревогу. Ведь нетрудно сосчитать, сколько загубленных жизней унесла социальная проблема. О долгой смерти короткой жизни в нашем следующем материале выпуска. О печальном опыте этот молодой человек рассказывает откровенно. Его жизнь разделилась на «до» и «после». Сегодня свое прошлое 25-летний брещанин вспоминает как дурной сон. Пять лет он употреблял наркотики, знакомство с которыми произошло в студенческие годы. Сначала слегка покуривал одурманивающие травы, потом попробовал спайс, дальше – больше. Всегда думал, что с легкостью сможет бросить, завязать, забыть. Однако мир без дозы оказался мучительным и жестоким. Но наш герой все же нашел в себе силы справиться с пагубным пристрастием. Я не быстро пришел к отказу от дури. Где-то год срывался, мысли разные разрывали меня на части. Но верил, что это заболевание. Такое, как многие другие. Что его можно вылечить. Не знаю, что помогло. Вера. Скорее всего, родные. Можно ли считать вышесказанное исповедью бывшего наркомана, который понял, что губит сам себя? Наверное, да. Можно ли верить, что от страшного недуга спасение есть? Тоже да. Медики говорят, что бывшие наркоманы есть. Это люди с неограниченным желанием жить. Которые рак воли, так сегодня называют наркоманию, победили силой воли. Как врач я могу сказать, что где-то процентов 50 – это воспитание. Это семья в первую очередь. Процентов 40 – это генетика. То есть некие характерологические особенности личности, которые, в принципе, передаются с генами. Ну и 10% – это социальное окружение. Самое большое количество жителей Брещины, употребляющих наркотики, в Пинске. Достаточно немалое число зависимых зарегистрировано в Бресте и Барановичах. Наименьшее – в Ганцевичах. Как психотерапевт я работаю только с наиболее сохранными людьми, то есть те, которые действительно стремятся. И, к сожалению, именно среди наркоманов это достаточно большая проблема. То есть они добровольно, редко обращаются в наше учреждение за тем, чтобы справиться со своей проблемой, для того, чтобы вернуться в жизнь. Все-таки наркотики сильно меняют их личность и, как правило, они сторонятся. То есть они находятся под принудительным наблюдением, но добровольно они лечиться редко желают. Самыми распространенными остаются опиоидные наркотики. Мак, маковая соломка, героины и схожие с ними вещества. Небольшая доля наркозависимых потребляет спайсы, ЛСД, экстази, кокаин. Но это единичные случаи. В первом полугодии 2016 года управлением было выполнено 506 экспертиз всего наркотиков. Из них 140 объектов относительного происхождения. В этом году 446 экспертиз всего, соответственно, за полгода, и из них 145 экспертиз объектов растительного происхождения. Первенство по виду изъятых объектов растительного происхождения принадлежит растению рота конопля, около 120. И из них почти все признаются наркотическими средствами. Выращивание мака и тем более конопли в Беларуси строго запрещено законом, который не щадит людей и даже не знающих, что растет на их участках. Однако, несмотря на это, на Брещене все же регистрируются случаи выращивания растений для изготовления наркотиков. А потому беспощадная борьба с самой распространенной отравой растительного происхождения маком и коноплей сегодня в активной фазе. В ходе специальной операции мак за полтора месяца лета за посев или выращивание запрещенных растений уже привлечено 54 жителя Брестского края. С 1 июня текущего года на территории Брестской области проводится специальная программа МАК. Хочется особо отметить, что эта программа проводится ежегодно на территории Брестской области и Республики Беларусь. Это связано с тем, что в этот период как раз проходит цветение, созревание семян мака и конопли. Что касается статистики, то с начала проведения этой операции на территории Брестской области сотрудниками милиции было уничтожено более 19 тонн мака и более 6 тонн конопли. В Бресте области сегодня наблюдается спад популярности наркотиков, что особо примечательно среди молодежи также. Большинство страдающих мужчины в возрасте от 26 до 40 лет. Сегодня на учете в Брестском областном наркологическом диспансере состоят около 1400 людей. Но это лишь цифры официальной статистики. А насколько еще эта цифра должна увеличиться, чтобы осознать, наркотики – это реальная угроза для жизни и общества решать каждому. К другим темам. Пока лето в самом разгаре, до учебных занятий есть еще достаточно времени поднабраться сил. Школьники отдыхают в лагерях и оздоровительных центрах Брещены. Благо, таких в области немало и зарекомендовали они себя во всей Беларуси. Куда сегодня родители отправляют детей в каникулярное время? Какой отдых предпочитают сами юноши и девушки? Каким перечнем услуг можно воспользоваться, будучи на отдыхе, чтобы провести лето с комфортом и полезно? На все эти вопросы мы постарались найти ответы. А для этого отправились в реабилитационно-оздоровительный центр «Колос», который расположен в Кобринском районе. Программа внешкольного отдыха в этом месте насыщена. В доказательство наш следующий сюжет. Оказавшись в реабилитационно-оздоровительном центре «Колос», расположенном в Сосновом Бару на берегу реки Муховец, нельзя не оценить преимущества тесного контакта с природой. Этот живописный уголок как будто создан для комфортного пребывания детей. В том, что будни ребят проходят нескучно, мы убедились, побывав на развлекательно-познавательном мероприятии. Отдых проходит с пользой, проводятся всякого рода игры и викторины. Имеет место внушительный список кружков по интересам. Распорядок дня в каждом отряде особый, ведь каждому из отдыхающих индивидуальный подход. Поскольку все ребята проходят свой курс лечения. Процедуры самые разные. Гидротерапия, ароматерапия, свето- и электролечение, ультразвуковая диагностика, массаж. И это лишь маленькая часть перечня предоставляемых услуг в известной белорусской здравнице. Врачей в этом месте не боятся. Ребята посещают специалистов с большим удовольствием. Мне в прошлом году понравилось. А что понравилось? Ну, ходить на процедуры, гулять здесь хорошо, как будто в лесу. Успел заметить, что здесь все на высоком уровне. Начиная от лечения и заканчивая досугом и мероприятиями. Также здесь нахожусь впервые. Очень порадовали условия проживания, комнаты. Также замечательная кухня. Ради семьи мне приходится волноваться. Лечение тоже на высоком уровне. В этой здравнице заботятся о здоровье детей. Каждый год в Колосе расширяется перечень полезных процедур. Улучшается медицинская база. Появляются современные аппараты для лечения разных видов заболеваний. За три недели летней смены ребенок получает комплекс лечебно-реабилитационных услуг. А потом уезжает отдохнувшим, оздоровившимся и полным сил. Самые такие востребованные, особенно в летний период, это, конечно, водные процедуры. То есть различные ванны, жемчужные, гидромассажные, ароматические, вихревые и души. Подводный душ-массаж для более старших детей, циркулярные, дождевые. И бесконтактный гидромассаж, кушетка, акваспа российского производства, которая достаточно активно детьми пользуется активным спросом, потому что это приятно, это безболезненно абсолютно. И в то же время полежать 20 минут и получить массу каких-то приятных удовольствий. И если есть какие-то проблемы с опорно-двигательной системой, то заодно немножко подкорректировать. Десятидневный курс процедур, как показывает практика, оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение детей и как результат отсутствия болезни в течение года. Плодотворное влияние оказывают и прогулки на свежем воздухе, и занятия оздоровительной физкультурой, и спортивные игры, и развлекательные мероприятия. Я буду очень много участвовать в мероприятиях, потому что я занимаюсь хоккеем и пением. Проявишь себя? Да. Хорошо. Процедуры нравятся тебе здесь? Процедуры, да. На данный момент у нас стопроцентная заполняемость. Дети очень довольны. Многие были здесь не единожды. С большим удовольствием приезжают сюда, заводят новых друзей, новые контакты. Этим летом колос гостеприимно примет у себя порядка двух тысяч школьников. Многие задыхающих не первый и даже не второй раз посетят это место. Примечательно, что дети могут приезжать сюда с родителями, бабушками и дедушками, а значит оздоравливаться всей семьей. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании book.tv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук.ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. На территорию Беларуси устремился холодный воздух из Скандинавии, а потому в стране наблюдается неустойчивая прохладная погода. Потепление синоптики прогнозируют на следующей неделе. В воскресенье в Бресте будет наблюдаться переменная облачность. День пройдет без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 12-14 и до 21 прогреется воздух днем. Ветер северо-западный умеренный. Прохладная погода сохранится и в понедельник, 17 июля. Брест, как и вся страна, будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность без осадков, с ветром переменных направлений. Такая погода ждет Брещан в первый рабочий день недели. Температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14 градусов в ночные часы, в дневные от 19 до 21. Субтитры создавал DimaTorzok